В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева и в начале выпуска коротко об основных событиях. Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский встретился с победителями и призерами всероссийского конкурса «Большая перемена». А потом сделали паузу и сказали, а теперь награждаем победителей. Во Дворце культуры города Видное состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Матери. Пока у тебя есть мама, ты ребенок. На волне вдохновения под таким названием прошел очередной конкурс фестиваля «Лови волну». Я просто интересное всякое нахожу, интересное и фоткаю. Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский встретился с победителями и призерами всероссийского конкурса «Большая перемена». Мария Усанова, Анастасия Семененко и Тимофей Ануров уже не первый раз участвуют в этом масштабном состязании старшеклассников. О том, какие темы затронули в разговоре, расскажет Галина Житкова. Ученица Видновской школы номер 7 Мария Усанова в Артек ездит уже второй год подряд. Свои проекты готовит с учетом интересов сверстников. Вот и новая тема. Образовательный чат-бот «Сейчас научу» помог завоевать очередную победу в престижном всероссийском конкурсе «Большая перемена». Нас собрали в таком достаточно локальном кругу именно победителей и участников среди 9-10 классов. И просто вызывали, сначала вызывали призеров, тех ребят, которым, к сожалению, не удалось стать победителями. И мы не поняли, что это значит. Призеры, кто это, победители, нет. А потом сделали паузу и сказали, а теперь награждаем победителей. И, конечно, это было просто невероятно. Это было... Ну, мы плакали. Финалисты Анастасия Семененко и Тимофей Ануров тоже не новички в конкурсной программе. На «Большой перемене» ребята представили свои уникальные проекты. Наш проект заключался в том, что люди остаются в деревнях, не переживают в городах, мы создаем для них замечательные условия для жизни, для образования, работы. И у них больше нет желания и смысла переезжать. Глава Ленинского городского округа Алексей Спаский попросил ребят поделиться впечатлениями от конкурса и поездки в Артек. Каждый запомнил свои особенные моменты, которые останутся в памяти надолго. Сверять свои силы по сильным соперникам – это удел победителей, по-другому никак. Нельзя выйти там обыграть второклассника и сказать, что я чемпион. Такого не было. Вся страна на арене, то есть вы победители, в любом случае победители. Просто доехать туда, до этого финала – это уже очень круто. Во время взрослого содержательного разговора с главой муниципалитета ребята рассказали о своих планах на будущее и поделились, какую литературу прочитали в последнее время. Победителей призеров всероссийского конкурса поддержали и родителей. В завершении встречи глава Ленинского городского округа Алексей Спаский вручил ребятам почетные грамоты и пожелал дальнейших успехов на пути к достижению своих целей. Галина Житкова, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. Во Дворце культуры города Видное состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Матери. Творческие коллективы и солисты Ленинского городского округа организовали настоящий праздник для жителей с поздравлениями, добрыми пожеланиями и большой концертной программой. В фойе Дворца культуры гостей мероприятия встречала выставка картин участников творческой студии «Стрекоза». Специально к празднику дети нарисовали портреты своих мам. Ну а главные поздравления прозвучали со сцены концертного зала в исполнении юных артистов. Очень тепло и сердечно с наступающим праздником всех матерей поздравила заместитель главы администрации Ленинского городского округа Татьяна Квасникова. На Кавказе говорят, рай под ногами матерей. Кто несет через жизнь благодарность, любовь, тепло в адрес матери, тот определил вектор своего будущего на счастье. Вероника Цыплакова – многодетная мама. Она воспитывает троих детей и параллельно успевает уделить время еще 15 ребятам. Ведет занятия по декоративно-прикладному искусству в досуговом центре «Юность». Конечно же, настраивают детей, себя, да, если у нас какой-то там насыщенный день, много дел, планов, всех развести, да, одну в школу, кружки, домашние дела. Вчера как раз у нас было занятие в досуговом центре, я их взяла с собой, мы со всеми детками, да, которые занимаются у меня, мы приготовили для мам торт и сделали открытки. В зале царила добрая праздничная атмосфера, ведь это один из самых светлых праздников, когда мы поздравляем своих дорогих и любимых людей. Хороший праздник, хочется всех-всех мам поздравить с этим праздником, пожелать им все святых на здоровье и чтобы детки их никогда не огорчали, любили. Вы знаете, пока у тебя есть мама, ты ребенок, у меня мама жива, и я себя считаю ребенком, даже хотя сама давно мама. Концертная программа состояла из танцевальных и вокальных номеров. Выступали как опытные артисты, так и совсем юные, которые делают только первые шаги на сцене. Я хочу поблагодарить всех мам на планете, чтобы они были такие же энергичные, такие же добрые, такие же спортивные, вот, чтобы они радовали своих детей, чтобы дети их тоже радовали. Я хочу пожелать своей маме, чтобы она была красивой, умной, чтобы она меня учила, чтобы я на пятерке. На празднике прозвучали песни, посвященные не только мамам, но и бабушкам. Мама моей мамы, слепо сиди со мной, рядышком, мама моей мамы, самая классная бабушка. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. На Аллее Славы состоялся флешмоб, посвященный Дню Матери. Представительницы местного отделения Союза Женщин России собрались около памятника нашим матерям, чтобы выразить свою признательность и благодарность главному человеку в жизни каждого – маме. Основная идея праздника – поддержать традиции бережного отношения к женщине и обратить внимание на сохранение семейных ценностей. Во время флешмоба женщины выстроились вокруг монумента. На их лицах сияли улыбки, а в руках они держали цветы. Слава матери! На мероприятии также присутствовала заместитель главы администрации Ленинского городского округа Татьяна Квасникова. День матери – это, пожалуй, самый трогательный и, наверное, самый важный день для каждого человека. С первым вздохом, с первой секунды жизни и до последней секунды каждый из нас, собственно, и силы, и опору видит в защите мамы. И вот мы собрались и нашим присутствием, нашими красивыми цветами, нашими улыбающимися лицами Мы хотим сказать слава матерям! Слава вам, дорогие женщины! Собравшиеся прочитали стихи, посвященные материнству. Мама спит, она устала, ну и я мешать не стала. Я волчка не завожу, я уселась и сижу. Не шумят мои игрушки, тихо в комнате пустой, а по маминой подушке луч промчался золотой. По окончании флешмоба женщины возложили цветы к памятнику и сфотографировались на память. В рамках ежегодной благотворительной акции «Неделя доброты и щедрости» видновский предприниматель предоставил членам общества инвалидов муниципалитета продуктовые наборы. Почему бизнесмены считают важным помогать нуждающимся, узнала наш корреспондент Юлия Пагасьян. В этом году благотворительная акция «Неделя доброты и щедрости» в Ленинском городском округе проходит с 23 по 30 ноября. В этот период по традиции многие предприниматели активно жертвуют средства на помощь различным общественным организациям муниципалитета. Проект действует во всем округе. Сегодня благополучателями стали жители Расторгуевской части города Видное. Сиротделом проводится такое мероприятие по оказанию помощи инвалидам. Помогает нам в этом наш предприниматель. Мы налаживаем отношения со всеми хозяйствующими субъектами. Вот он откликнулся и это первая наша пробная акция. Я так думаю, что будут потом и другие, не менее. Ну вот огромное спасибо. Местный предприниматель, владелец сетевого магазина, подготовил 22 продуктовых набора для членов общества инвалидов. В пакетах товары первой необходимости с большим сроком годности. Это в принципе приносит свои плоды. Сам человек себя ощущает намного лучше после этого. Добро делать намного приятнее, чем получать. Часть набора благополучатели забрали самостоятельно. А оставшиеся сотрудники территориального отдела Расторгуева развезут членам общество инвалидов на дом. Мне, например, очень приятно. А пожилым людям вдвойне будет приятно. Потому что как бы сейчас, ну, сами знаете, не выйти никуда нельзя. И погода такая плохая. Вот. Поэтому спасибо огромное. Завершится неделя доброты и щедрости 30 ноября масштабным марафоном по сбору средств на лечение Кати Печенкиной. Эфир пройдет на нашем телеканале. Юлия Погостьян, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видно этого. На волне вдохновения. Под таким названием прошел очередной конкурс фестиваля «Лови волну». Участники представили работы декоративно-прикладного творчества и фотографии. Награждение состоялось в историко-культурном центре. Наш корреспондент стал не только очевидцем, но и вошел в состав жюри фестиваля. Более 80 жителей округа отправили свои работы на конкурс декоративно-прикладного творчества и фотографии на волне вдохновения. И тот таким образом стал одним из самых масштабных по числу участников на фестивале «Лови волну». В зале историко-культурного центра собрались те, кто представил свои работы, а также жюри, председателем которого стал фотограф с огромным опытом Владимир Меньшов. Попробуем огромнейшее спасибо за ваше участие в данном фестивале. Он является первым и, надеюсь, теперь он будет в школу. Поэтому готовьтесь, участвуйте, получайте заслуженные рады. Возраст участника впечатляет. Самому юному всего семь, а старшему уже за 80. Колесник Максимилиан. После выручения всем участникам дипломов сделали общее фото на память и отправились смотреть экспозицию из представленных работ. Воспитанники фотостудии «Центра юность» Максимилиан Колесник и Никита Малахов только делают первые шаги фотографии. Это все ласкино, дворец, домик такой. Он тебе просто понравился? Да. Я просто интересное всякое нахожу, интересное и фоткаю. Ты любишь фотографировать? Очень. Очень. А что тебе нравится фотографировать? Что ты любишь больше всего фотографировать? Да что угодно. Но самое главное, я хочу на фотокружок, что я хочу свой канал. Ирина Алексеева с фотоаппаратом практически не расстается, ведь это часть ее работы. Больше по душе мне люди и в частности рабочие люди. Это вообще всегда благодарное дело их фотографировать. Они всегда, всегда от них заряжаешься позитивом таким. На многих фотографиях можно увидеть узнаваемые места видного, что говорит о любви к своему родному городу авторов снимков. Вот поэтому, пожалуйста, работы Гаевского есть у нас здесь. Работы Георгия Митрофановича Абраменко. Но есть работы начинающих художников, которым по 6-8-7 лет. Понимаете? И тоже можно сказать, что очень удивительные работы. Жюри еще предстоит определить победителей конкурса. Их наградят 4 декабря на подведение итогов фестиваля. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова